Дальше, бери. Итак, ребят, всем привет, спасибо, что пришли на наш сегодняшний праздничный семинар, посвященный этому неотвративому событию, моему черному поясу. Я решил, что военные звездочки обмывают где-то в других местах. Новые заслуги тоже это принято отмечать. Я решил, что нужно отметить это событие, да, долгожданное. Дальше, проведя такой бесплатный подарочный семинар, собственно, кто на него пришел, вы сейчас вживую все поделаете, кто не пришел, у вас будет видеоверсия, чтобы вы это посмотрели. Собственно, сегодня мы разберем с вами X и SingleXGuard. Это два гайда, которые, наверное, некорректно рассматривать по отдельности друг от друга, потому что они могут адекватно работать только в связке, идеально друг друга дополняя. Сегодня мы будем разбирать прямо с самого нуля X и SingleX, но работаем мы в режиме как? Если вы тупите, это ваши проблемы, да, то есть большая проблема, что обычно один, два, там, три человека начинают тупить, и большинство инструкторов приходится тупо упрощать программу, чтобы вы поняли те, кто тупит. Мы так делать не будем, я буду выдавать достаточно большой, интересный объем материала. Кто способен с собой унести, тот унесет все. Кто как бы не понял, у вас будет видеоверсия, вы потом сможете подрелить в зале и так далее. Поэтому, пожалуйста, будьте сегодня сконцентрированы, будьте внимательны, чтобы вам было максимально легко. Также напоминаю, что лучше всего меня воспринимать буквально, то есть если я сказал делать вот это и не сказал ничего другого, значит надо делать вот так и ничего добавлять от себя не надо. Где-то по ходу семинара вам может быть что-то непонятное, это нормально в конце, но у вас все сложится в картинке, как бы так всегда происходит, опыт у меня большой. Сейчас давайте разберемся, возьмемся партнера по габаритам. Да, давайте, обещайте себе партнера, что вы, шевелитесь. Итак, начнем мы сразу с того, что получим себя икс и сингл икс держать. Начнем с сингл икса. Смотрите, вот он стоит перед нами. Сейчас мы просто привыкаем ноги в нужные места ставить, то есть это легкое упражнение, чтобы вы вообще поняли, как эти гарды выглядят, вдруг вы это впервые освидите. Он стоит над нами, специально поглубже влезаем под него, для того, чтобы его ноги оказались в наших подмышках максимально близко. Очень важно, в сингл иксе вы должны использовать свою голову и ваши плечи как упор, то есть у вас вот такой треугольник получается. Вам часто будет хотеться оторвать голову, из-за этого вам будет гораздо тяжелее работать ваша поясница, и гораздо тяжелее будет его выводить из равновесия. Поэтому, ребят, упирайтесь всегда затылком в пол, то есть вот, я прям упираюсь головой. Дальше, вот мои ножки широко, я должен свой таз накинуть ему вот сюда, на заднюю поверхность бедра, не под колено, а вот на заднюю поверхность бедра. Чем выше я это сделаю, тем лучше. Смотрите, пум, нога между ног, таз максимально высоко. Частая ошибка, что люди сначала закидывают ноги, потом дотаскивают таз. Пока вы будете свой таз дотаскивать, ваши ноги уберут в процессе борьбы, и вы останетесь как бы ни в какой позиции, потому что она у вас развалилась, пока вы ее пытались забрать. Поэтому сначала удариться тазом об его заднюю поверхность. Дальше я накинул ноги. Эта стопа обязательно на себя, и она очень плотно прилипает к его ближней или дальней ягодице. На самом деле сейчас не суть важна, то есть сюда-сюда. Вторая нога у меня, обратите внимание, стопой развернута максимально в сторону. Я хочу упираться в него ребром стопы, не основанием, а вот ребром стопы хочу упираться ему вбок. Таз поднят, голова на полу, и я плотно сжимаю свои колени. Вот так вот выглядит сингл-эксгард. Я лежу на своем плечевом поясе, упираюсь головой в пол, вот я здесь. Еще раз. Пум. Мы здесь, голову выперлись, ехали поглубже. Чем глубже вы едете, тем выше вы можете поднять таз, соответственно, если вы здесь, таз поднимается ну так себе. Чем выше у вас таз, тем вам легче. Накинули, очень плотно сжали. Ногу внутренне переносим, упираемся вбок, пальчики на себя, коленки плотно сжаты. Так выглядит сингл-экс. Сделали после этого, сразу же заходим в икс. Встань чуть пошире. Просим вашего партнера встать чуть пошире. Смотрите, если в сингл-эксе мы были на спине, то в эксгарде мы на боку. Это важно. Мы лежим на боку, руками его сейчас не трогаем, да. Ножку ставим в его подколенный сгиб, пальчики на себя, то есть ваш крючочек должен очень плотно касаться его тела. Пум прижалась. Вторую ногу я заправляю ему под таз. Обратите внимание, моё колено за его жопой. Ни вот здесь нигде. Но за его жопой я могу чуть поправить ножками. Я лежу на боку. Очень важно. Стопы на себя, они вот так вот не висят. И они максимально прилипают к его телу. Да, вот я лежу на боку. Не на спине вот так вот. На боку. Я дальше объясню, для чего это нужно. Да, сюда зашли, снова потом взяли, зашли сюда, снова потом взяли, зашли сюда. Просто вы привыкли ставить ноги в нужные места. Всё понятно? Работаем по времени, когда меняться, я скажу. Хлопать не надо, я это ненавижу. Сейчас мы начнём с того, как в эти позиции попадать, потому что именно вход в позицию определяет, что вы вначале возьмёте, X или Single X, и от этого дальше будет строиться вся работа. Мы рассмотрим два входа основных. Ну, может, даже три. Итак, первое. У нас с вами условно, да, Бла, Деларива, да, абсолютно классическая, обычная. Он берёт, собственно, начать проходить, вот эту ногу убирает себе между ног. Что я делаю? Смотрите. Если я дам ему согнутую ногу, он, видите, сожмёт её и начнёт проходить герд. Обратно. Поэтому, когда он мою ногу убирает между ног, я её разгибаю, видите, прижимаю свою стопу к его булке, обязательно. Стопа не вот такая расслабленная, стопа на себя. Своей ногой я подпираю вот эту стопу. То есть, вот, я крещу ноги за его жопой. Очень важно, колени не в стороны, колени сжаты. Второй рукой у меня захват за штаны, рукой за отворот. Дальше. Я подтягиваю колени к себе. Очень важно, когда вы двигаетесь, у вас не должны стопы от жопы отваливаться. Я здесь. Колени к себе, разгибание ног и верхней рукой я срабатываю вбок. А, Ралик, снимай стой, пожалуйста, не нациться. Я вывел его из равновесия, поставил его руки в пол. Важно. Вот, видите, у меня локоть, он поднят. Для того, чтобы максимально поднимать его ногу. Если вы вот здесь локоть опустите, нога станет на стопу, вы его из равновесия не выведите. Еще раз. Вот отсюда дать пинка будет тяжело. Колени к себе. Бум. Сразу же я ставлю ногу ему в таз. Видите? Чтобы максимально держать его на весу. ногу. Теперь, вторую ногу ногу оставляю в его тазу. Прямо вот так она в стопу упирается. Пропускаю руку под его ногой. Беру его за штанину. Очень важно. Я не хочу затащить его ногу себе на плечо. Я ее держу, видите, на своем локтевом сгибе, чтобы всегда была возможность поднимать. Вот здесь я в эксгарде. Обратите внимание, я не даю ему подняться наверх. Если он встанет, ваш эксгард сразу умрет. Суть эксгарда в том, чтобы его руки все время стояли на полу, чтобы он не мог найти равновесие. То есть я все время, когда захожу, я хочу поставить его в эту позицию и отсюда выпустить его не хочу. Да? Если я хочу в сингл эксгард, то вот эту ногу я полностью убираю за него, ставлю ему в таз, сжимаю колени. Получился сингл эксгард. Обратите внимание, его нога на моей руке, колени сжаты, я все контролирую. Еще разочек. Захват штаны, отворот, на абсолютно стандартно доларива у нас. Он убирает, сразу же стопа прилипла к заднице. Вторая нога, под ногу, колени сжаты. Колени к себе, разгибание, рукой не надо его к себе тянуть, рукой я смещаю вбок. Локоть вверх. В таз, подъем, заворачиваю локоть. Обратите внимание, как заходит мое колено. То есть, я все время его контролирую. Да? Если он стоит руками на полу, я хорошо его вывесил, я зайду в х. Потому что х для меня удобнее. Я его растягиваю. Стой, стой, стой пока. У него руки на полу, опсы у него гораздо меньше сейчас. Иногда я не могу этого сделать, да? То есть, как я выбираю между хом и сингл-хом? Ну, возможно, он сильно, он встает, начинает вставать. Я буду заходить в сингл-экс-гард. Почему? Сингл-экс лучше работает, когда человек стоит на ногах и в руки отторваны от пола. Икс-гард, вот именно, когда он четко стоит, у него все хорошо, это более слабая позиция. Понимаете? Вот. Соответственно, если у меня не получилось его удержать, я захожу в сингл-экс. Обратите внимание, голова на полу, таз высоко, колени плотно сжимаются. Понятно? Сейчас такой простой вход делаем, все понятно? Работаем по времени так же, когда меня скажу. Итак, в принципе, коли как у всех получается, сейчас поправлю ошибки и еще один способ сделаем. Еще раз. Вот я здесь, у меня плотная позиция, он убирает ногу, стопа сюда, сразу же прилипла, вторая нога под ногу. Я не лежу вот так вот на боку, иначе отсюда вы его не пнете никуда, вы загружены, четко на спине. Отсюда я даже герой, который меньше меня, не пнул. Я рукой не притягиваю его к себе, то есть вы его притягиваете, прижимаете к себе и пытаетесь куда-то от себя убрать, тяжело. Колени к себе, рукой вбок, ногами вверх. Поднимаю ногу, плотный контроль. Поставил, локоть завел. Видите, я завожу локоть, я четко под ним. Он стоит сейчас на руках, и абсолютно комфортно перехожу в X-Guard. Я лежу на боку, нога в тазу, я держу отворот, для чего я держу отворот? Чтобы плечевой пол с ним подгружать. Рука здесь, если вы сюда куда-то увидите, ногу в пол поставит. Вот. Он начинает вставать, я понимаю, что теряю позицию, руку убираю под ногу, ногу убираю, таз вверх. Обратите внимание, дай его сразу же выйти из равновесия, потому что я подкидываю таз. Чем выше я подкидываю таз, тем легче мне будет бить его равновесие. Сейчас способ второй. Он достаточно похожий, но теперь мы срабатываем ногой не под таз, а сразу же, представляю, что мы в долгии, и мы инициаторы движения. Я эту ногу убираю сюда, брать внимание, стопа не вверх, стопа в сторону. Вот этой ногой я смещаю его туда, вот этой ногой я смещаю его туда, рукой я не притягиваю, я смещаю его туда. То есть я здесь, видите, заставил его шагнуть. Локоть вверх, в таз, подъем, локоть. Все стоит на боку, на руках, я держу икс. Очень важно, у вас постоянно люфты, бум, у меня все прилипло к человеку, у меня везде контроль. Если мне неудобно, как он стоит, блин, я его толкну, подкорректирую свою позицию. Не я подстраиваюсь под него, я заставляю его подстроиться под меня. Вот этот контроль вы можете превращать как и стандартный захват, да, пропустив руку под ногой, обязательно нога на локте. Но мне очень нравится вот эта история, потому что возможности подъема, лишения взравновесия здесь достаточно большие. То же самое, я здесь, он начинает вставать, ногу убираю, голову в пол, да, могу здесь захват оставить, таз, сингл икс. Еще раз. Сейчас мы сами инициаторы движения. Деларива, нога сюда, стопа вбок, вбок его полностью, видите, повернулся на бочок, локоть завожу, вот я здесь. Мне что-то неудобно, я его растянул. Все понятно, способ очень похожий, заодно и вы все повторите. Поехали. Вы более-менее уже стали забирать одну и другую позицию, поэтому едем дальше. Герой, иди сюда. Теперь объяснение, почему как бы икс-гард на боку, а сингл икс-гард, да, упираясь головой в пол и будучи ровно. Смотрите. Да. Я делаю вход. Вот я здесь. Если я работаю с икс-гарда, да, с полного, мое основное движение, за счет которого я буду слиповать чаще всего, это знаменитый техникул стендап. То есть это вот вся история вот здесь, когда я буду дальше при помощи руки вставать с его ногой, да. Вот это вся история. Отойди секунду. Смотрите внимательно. Вот если я лежу на спине, да, вот у меня икс, делать техникул стендап не очень-то удобно. Для неудобного упираться рукой в пол у меня нет как бы сильной опорной стороны. Когда я лежу на боку, я могу сразу же включить свою руку в опору для техникул стендапа, да. Соответственно, вот здесь вы будете вот толкать, он будет давать вес, вы будете падать, потому что упираться вам вот здесь, ну, нечем. Здесь вы толкаете, не смогли встать на ладонь, хотя бы встали на локоть. То есть, когда он вас толкнет назад, вы уже здесь упрётесь, у вас будет достаточно жёсткая позиция, да. Если вы смогли встать на ладонь, соответственно, всё, вы пришли к успеху. В... Иди сюда. В сингл-эксе механика ронения человека, да, абсолютно другая, то есть, я сейчас сразу заберусь в сингл-экс, специально сейчас не заправляю в руку подмогу, чтобы он чётко стоял на двух ногах. Смотрите, я здесь, колени сжаты, как я его роняю? Я роняю его в воздействии на его ногу. Я, смотрите, голова в пол, я подниму свой таз вверх, я снял вес с его ноги. Я начинаю раскачивать колени сжат, то есть, у меня вот так люфтить ничего не должно. Я сначала легонько наружу, сильно вовнутрь, сильно наружу. За счёт этого я его роняю. Я сейчас специально сделал, не контролируя руками ноги вообще. Как только я своими руками ограничу его возможность опираться ногами в пол, то есть, вот у меня рука здесь, пум, вот я забираю, таз вверх, пятку ввожу, вот я его роняю. Именно этим обусловлены разные позиции для этих, как бы казалось, очень похожих гардов. Этот момент понятен? Сейчас мы с вами будем делать входы. Гей, ты куда ты сел? Иди сюда. Уже с финишным человеком. Мы сейчас не сильно акцентируемся на деталях, мы просто накатываем движение. Да? У нас два входа. Вот такой, либо вот такой. Ногу в таз. Пум, я здесь. Я на боку толкнул его. Ручку могу заправить, чтобы мне было легче держать. Я толкаю ногами вперед, встаю на свою руку. Ногу убираю. могу вставать. Не сильно заморачиваем сейчас по деталям, просто привыкаем к движению. Второй вариант. Еще раз, опять же, мы с вами действуем в контексте ситуации, в которой могут у вас схватки случиться. Пам. Мы здесь. я понимаю, что он встает, ножку убираю, таз вверх, сюда. Очень плотно все в конце, видите, я упал, у меня все сжато, я все контролирую. Понятно? То есть, он начинает вставать, мы убираем ногу голову в пол, роняем его. Поехали. Если он встает, это будет одним движением, потому что у него сильное движение назад. Ты его спокойно ронишь одним движением. Итак, едем чуть дальше. Я в самом начале сказал, что это два гарда, которые не могут существовать друг без друга. Сейчас чуть детальнее разберем почему. Итак, смотрите, я в... Ставим, поставим руки на пол. Я в эксгарде, у меня все хорошо, у меня все классно, но он берет, толкается руками, встает на две ноги. Вот здесь, смотрите, если у меня нет захватов, если я не могу вывести с равновесия, мне будет очень тяжело, он сожмет свои колени, сведет их узко, вот этой рукой уберет мою стопу, начнет... Не в минуту, вот туда, наружу, вот, да. Я здесь окажусь в достаточно плохой позиции, то есть у меня гард начнет разваливаться. Руки на пол поставь. Если я в сингл-эксе, у него стоят руки на полу, я его отсюда... Стой, поставь вес нормально, стой жестко. Я его отсюда, никогда в жизни, туда не переверну, потому что весь вес там. И вот по этой логике вы должны постоянно перемещаться между этими гардами. Например, поднимись, я взял сингл-экс, он понимает, я буду гонять туда, он дает вес сюда, подколенный сгиб, сюда. Я пришел в экс-гард, лег на бочок. Теперь я буду толкать, вставать через руку. Он толкается руками, встает, я понимаю, что мне здесь придет капут, ножку убираю. Очень важно, еще раз, если вы вот так вот просто уберете ногу, вам человек, скорее всего, прокинет, колено сядет вот сюда. У меня была здесь позиция, он встает, я убираю ногу, голову в пол, таз вверх. Видите, когда я подкидываю таз вверх, эта нога идет очень высоко. Если вы лежите вот здесь, начинаю егорить ногу, он эту ногу прокидывает. У себя сядет на вас. Если, сейчас пытаюсь покинуть ногу, таз вверх, я себя этим защищаю. Вот, он начинает балансировать, я здесь. У меня есть его нога, я могу вывешивать его, ронять его назад. Понятно? Друг без друга эти гады контролируются очень простым движением. Для синдролуэкс вы поставили руки в пол, свепануть будет очень тяжело. Ну, именно свепануть, да, есть другие опции, но именно свепануть будет тяжело. В иксе, если он стоит на двух ногах, начинает вас брать за стопы, вы тоже будете все очень комфортно чувствовать, на самом деле. Поэтому вы должны между этим гадами постоянно перемещаться. Также, еще момент. Часто, когда мы в синдролуэксе, люди начинают убирать вот эту ногу. Я защищаю себя от дальнейшего прохода переходом в икс. Очень важный момент. Первый, частая ошибка у людей. Смотрите, он начинает убирать, я опускаю таз, и все, вы такие легли, ноги заправили, его руки не загружены, он начинает убирать вашу ногу. Как только я захожу в икс, я должен начать его растягивать. Я должен лишать его равновесия, чтобы у меня, возможно, были свипы, чтобы человек занимался поиском баланса, а не сниманием моих ног из гарда. То есть, еще раз, каждый раз, когда я захожу в икс-гард, стопаю на себя, коленки широкие, я срабатываю своими ногами, я его растягиваю, я хочу, чтобы его руки были на полу. Иначе у меня будут проблемы. В дальнейшем, да, я буду забирать эти руки, я буду брать захваты, но базово в икс-гарде руки должны стоять на полу. Да, вы должны стремиться к этому. Сейчас берете один гард, он дает противоположно от этого гарда реакцию, то есть, соответственно, если вы взяли икс, он берет и встает. Вы переключаетесь на сингл-ыкс. Вы взяли сингл-ыкс, то есть, прям намеренно его берете, он встает руки на пол, переходите в икс. Понятно? Поехали. Сейчас покажу ошибку, которую почему-то вы все делаете поголовно, как бы, она вообще глупая, странная, но и поедем дальше. В целом, все уже плюс-минус поняли, как сочетаются их сингл-ыкс, и дальше мы будем осматривать уже четкие опции из каждого из них. Итак, это касается захвата за штаны, почему-то у всех это вызывает лютый тупняк. Вот я был здесь, вот у меня захват за штаны. Я вот здесь, мне поднимать легче, вот я упирался, заправил локоть под ногу. Я в иксе, мне нужно работать дальше. Я беру, пропускаю всю свою руку под ногу, держу здесь, так удобнее. Если вы во время свипа оставите вот этот захват, вы можете с ним работать, если вы будете поднимать ровно вверх. Но вы делаете ровно наоборот, вы делаете вот так. Он поставит ногу на пол, у вас будет захват за штанину, классно. То есть, можно не менять захват, но это если вы можете поднимать ровно вверх. Да, в потолок. В остальных случаях, если вы не можете, если вы кривые косые, лучше взять вот этот захват. Для сингл-экса этот захват лучше всего по одной простой причине. Я могу выбивать в него пятку. Да, тем самым, очень сильно нарушая его в навесе. Итак, сейчас начнем с сингл-экса. Фактически, нам в сингл-эксе нужно два свипа. Да, ну так, два с половиной. Первый свип, который мы хотим, который мы хотим сделать всегда и часто через который мы будем строить свою игру, это дотянуться до его второй ноги и сделать дебил-сив. Дебил-сив, потому что новое было. Только дебил не уронит, имея захват за две штанины. Так, вот мы здесь, мы попали, да, если у меня рука не заправилась, я поднимаю, заправляю, вот я здесь. Смотрите, таз высоко, видите, у меня башка на полу, у меня ничего вот так вот не висит. Наружу вовнутрь, он прыгает на ноге и я дотягиваюсь до его ноги. Вот так. Но так получается редко, обычно стопа стоит чуть дальше у него. Поэтому я беру вот так вот ткань, ладонью вверх, в районе колена. У меня захват за две штанины, локтем подбиваю, голову в пол, таз вверх. Все. Я человека уронил. У меня две ноги. Ноги в конце очень плотно сжаты. Верхней рукой я беру его штанину, встаю на свою руку, я поднимаю его ногу вверх. Если вы хитрый человек, вы можете сделать вообще так, приподняли, куда-то сюда, попытались зайти, да, и начинаете уже вставать отсюда. Здесь у меня позиция, видите, пиная их ногами, если кто-то тебе мешает снимать. У меня позиция здесь, видите, около лэгдраг. А, то есть еще раз посмотрите, отдельно сиди. Я могу просто взять за штаны, поднял ногу, приподнял свой таз, убрал, встал, поднимая его ногу, чтобы он не мог встать, да. Могу сделать хитрее, приподнял, нашел пространство, рукой сюда залез, да, лэгдраг атаки не рассматриваем. Контролирую, начинаю вставать, чтобы смещаться, смещаться сюда, да, оказаться в удобной позиции для прохода. Еще раз смотрим. Мы здесь, давай спереди. Накинули, контролирую. Часто вы здесь не дотянетесь, да, поэтому вот за у колена, ладонью вверх, голову в пол, таз вверх, бум. Здесь доделываем. Самый первый, самый простой свип, на него по три минутки, поехали. И так, с этим все плюс-минус понятно, да? Следующий свип из сингл-экса связан с его реакцией на нашу охоту за второй ногой, за второй штаниной. У нас там аккуратно сзади уборщица работает. Он там уже все, парень пошел за нами убирать. В идеале я все время хочу сделать первый свип, хочу забрать две ноги, потому что если я забрал две ноги, я его гарантированно посажу. Да? Он тоже понимает, у меня сингл-экс, он начинает эту ногу убирать далеко, да, чтобы я не дотянулся. Первое, что мы делаем, мы можем перейти в х-гард, да, растянуть, заставить его поставить руки в пол. Но, это как бы простой вариант, понятный, но не всегда бывает так. Иногда я беру за штанину, он встает на это колено, на пол колено поставь, да, то есть, чтобы я не мог его отсюда уронить назад сразу же. Здесь, смотрите, здесь вариантов несколько. Я могу работать как отсюда, да, расталкивая ногами дальше, так и переходить в х-гард. Сейчас мы поговорим о направлении свипов из вот этой позиции, да. Смотрите, что такое вообще свип? Это, когда я вывожу человека из равновесия, первый пункт, забираю у него опорную руку и в сторону, где нет у него опорной руки, я его роняю, да. Сейчас у него в данной ситуации две руки свободны. Ближайшая ко мне вот эта, да, то есть, он у нее будет работать, вот эту руку спрятать, ну, очень тяжело, то есть, он будет искать захваты ей, да, в какой-то момент мы до нее дотянемся. Я хочу ее передать вот в эту руку. Как только я взялся вот здесь, смотрите, что я делаю, я не вот так вот передаю, но мне сил не хватит. Я взялся, и я либо свожу свою, как будто в ладошки хочу хлопнуть. Передаю. Я не отпускаю захват, пока я не заправил пальцы. Итак, вот я здесь. Теперь загадка. В какую сторону я буду спрятать, если я забрал эту руку? Нет, я буду спрятать вот туда, потому что у него там нет опорной руки. Часто люди делают ошибку, то есть у него опорная рука стоит, а я начинаю толкать туда, человек очень классно стоит на этой руке, и начинается такая тягомотная, тягомотная. Нет, я хочу его запустить в другую сторону. У меня есть вот эта рука, я беру его за отворот, и смотрите внимательно, чуть корректирую свою позицию, увожу таз в бок, чтобы у меня было место, и заправляю ногу вот сюда. Видите? Это у нас, поскольку он растянулся, да, нам, тут сторона для синглых станет доступна, мы переходим в такой X. Но обратите внимание, куда я заправил ногу, поднимись, гир. Она, видите, вот здесь, у его таза, не вот здесь, а вот здесь. Так, чуть-то и повернемся. Что я делаю теперь? У него вес на той стороне, он же там упирается. Я чуть-чуть его толкаю вперед, чуть-чуть. Он даст на меня вес, но он же не хочет растянуться. Теперь я притягиваю свои колени к себе. Видите? Еще раз. притягиваю к себе. И вот теперь я выстреливаю ногами вверх и перехожу за ним. Это очень важно приучить сцеповать именно через себя, когда вы забрали эту руку. Еще раз. Мы в сингл-эксе дотянулся до штани, но он опустился на колено. Плотно держу, забираю, как только я взял, двумя руками я говорю, хлопок, пум, чтобы сохранить пространство, передал отворот. Все очень плотно. Я беру, чуть-чуть толкаю его вперед. Важно, если я, он не давал мне сейчас реакцию никакую, если я толкнул вперед, он не даст реакцию, я все-таки его завалю вот туда. Поэтому, если он вменяемый, он реакцию даст. Опять же, он хочет, скорее всего, пройти газу, хочет встать. Вот, поэтому колени к себе, а, точнее, секунду, потратить, таз в бок, ногу сюда, толкнул, колени к себе, вверх. Важно, я качусь через трапецию, не через голову. Здесь я могу использовать руку для того, чтобы искать проход, возможно в лейдгарх заходить. Да? Это моя позиция. И сейчас сюда же очень простой свип добавим. Потому что времени у нас не бесконечное количество. Мы здесь, он опустился на колено, я забрал у него руку, я чуть подвернулся, заехал тазом. И иногда бывает, я дотягиваюсь вот здесь до штанины. Что я здесь делаю? Чуть толкаю вперед, убираю вот эту ногу сильно назад и встаю на свои колени, выдергивая его ногу. Если не всегда это доступно, я это не показываю специально отдельным свипом, потому что часто у меня не получается затянуться до этой ноги, но иногда бывает. Еще разочек. здесь пришли сюда, подвернулись и бывает дотянулись вот здесь до штанины. Чуть толкнули, видите, я на боку ногу убираю под себя и я прям встаю, видите, на колени. Выдергиваю его вверх. У меня свип. Понятно? Два свипа, поехали. Очень важно смотреть, куда вы делаете. Не закиньте парня в соседнюю пару. Иди сюда. Итак, мы с вами давайте сразу в сингл-экс. Ты погоди, ты рука под ногой, да, она здесь, либо рука не под ногой, она снаружи, не суть важна. Бывает ситуация, что мы, возможно, дотянулись до его второй штанины, но он как бы не проходит, никуда не садится, он начинает балансировать, начинает жестко держать баланс, и никуда вообще особо двигаться не хочет, да, в попытке не потерять свип. Что мы здесь делаем? Вот у меня две штанины, да, я, да, много веса дает вперед, чтобы я его назад не качнул. Что я делаю? Таз на землю, ногу в яйца, ногу в яйца. Вот теперь самое важное, ребят, погоди, куда пошел? А ну встань. Вот здесь очень важно, я не толкаю его назад, я резко выпрямляю ноги вверх. Важно, иди сюда. А, Милованов, иди сюда. Будешь терпеть сейчас. У тебя же дети есть уже, да? Отлично, смотрите. Да, были здесь, дотянулись до штанины, человек много веса дает вперед, не хочет падать. Таз на землю, ногу я прям ставлю в яйца, да, с тобой. Вторую ногу ставлю сюда. Если он как бы спиной падает назад, то есть я сейчас резко выпрямлю ноги, небось там сильно боли не будут, и он падает назад, все понятно, да, то есть, но часто люди дают вес еще сильнее вперед, прям ставь руки в пол, да, чтобы вот здесь балансировать. Ничего страшного, я держу ноги и поворачиваюсь просто сбоку на бок в любую сторону, в одну, вторую, ноги прямые. Бам. Повернулся, переключился на одну ногу, встаю. Бывает такое, вы взяли две штанины, чувак держит, стоит очень жестко, дал много веса вперед, он никуда не хочет, прям ноги узко, в их переходить неудобно. Вполне используемся таким способом. Еще раз. Да. Были здесь, зашли, да, у меня штанина, он дал много веса вперед, колени еще будут подсвоить люди, да, то есть я никуда, 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 окей. Таз опустил, ногу, важный, я не толкаю, да, просто там, или, 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 я выпрямляю ноги, вот. Натягиваю его на свои ноги, сбоку на бок, переключаюсь на одну ногу, поднимаю, ногу назад, чтобы он не встал, поднимаю ногу. Достаточно простой способ, как бы, сейчас зашли в сингл, он стоит, много веса вперед, чтобы он не падал назад, возможно, руки на пол поставил, на ножки натянули, ноги идеально ровно, прямые, сбоку на бок. Поехали, быстренько, по три минуты, и простой, перейдем уже к иксгарду. С сингл-эксом понимание базовое поимели уже, переходим к иксгарду. Итак, я в иксгарде, рука под ногой, я должен его заставить, поставить руки в пол, поскольку я сюда не телепортировался, у меня был захват за отворот, я толкаю ногами, тяну за отворот вниз, да, он стоит руками на полу, а первое, с чего мы начнем, это ультра-стандартный свип, это техникул стендап, я держу этой рукой, она не просто лежит на ноге, да, я держу в районе колена, вот здесь складка есть, я держу, я толкаю ногами, вот два движения, двумя ногами вперед, встаю на локоть, пум, я могу встать сразу на ладонь, но обычно встанете сначала на локоть, дальше смотрите, что я делаю, я убираю верхнюю ногу, а нижней ногой толкаю его дальше, встаю на ладони, если вам не хватило, вот дальше, есть, скажем так, две версии, есть стандартная, я держу его ногу плотно, приподнимаю таз, встаю назад, беру колено, закручиваю его в сторону второй ноги, да, есть такой способ, есть немножко другой способ, давай сразу ручки в пол, да, то есть, есть способ, когда мы здесь, мы его растянули, я стою, и я хочу свое плечо завести максимально под его колено, видите, и я стою не назад, я ножку убираю под себя, я встаю вверх, да, чтобы его завалить, так, об этих способах спорят, рассуждают, какой лучше, да, при втором, можно в треугольнике встать, в первом, если он хорошо держит баланс, он может ногу вытащить, скакать, способы на ваше усмотрение, то есть, суть одна, вы встаете с человеком, еще раз, дальше перейдем, икс гарт, да, то есть, захватом вот здесь, мы сюда заходили, на боку, держу, толкаю, пум, встал на локоть, верхнюю ногу убрал, вставил, на ладонь, да, очень важно, он же будет пытаться сдавать назад, поэтому мой корпус всегда вперед смотрит, да, если у меня спина пойдет назад, меня вот так вот завалят сюда, позиция будет плохая, то есть, вот, я здесь, плотно держу, пум, встаю, да, если я встал вот так, гружу его колено, могу затратить, и в сторону второй ноги его заваливать, да, либо буду переходить на спину, все понятно, поехали, итак, это был самый энергозатратный свип, и этот свип был нужен нам для того, чтобы заставлять его двигаться, давать нам реакцию, итак, 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 мы в иксе, ручки на полу, да, он же не хочет, чтобы я его вытолкнул, поэтому часто люди будут искать захваты, да, пытаться за меня взяться, например, вот этой рукой, и мы этим будем пользоваться, я буду передавать эту руку, вот в эту руку, чтобы нам было легче выпрямить, пожалуйста, ногу свою, я из вот этого пространства, переставляю вот сюда, видите, чтобы толкать, пум, ножку переставил, чуть толкнул, колени к себе вверх, мы с вами это делали, очень важно, вставляем колено между ног, чтобы не встать в треугольник, да, то есть вот, вот оно у нас здесь, все то же самое, только как бы он стоит чуть выше, но отличие X-гарда от сингл-X-гарда в том, что мы его контролируем на две ноги, мы здесь, и у нас гораздо ближе вот эта рука, в сингл-X ее достать очень тяжело, она слишком далеко там, он сильно далеко, в X-е она поближе, почему, потому что обычно он будет ее использовать, чтобы срывать вот этот захват, он ему не нужен, одной рукой захвата не срывают, он будет использовать две руки, да, то есть она ближе, у нас есть возможность за нее зацепиться, да, то есть он будет не работать, всегда будет игра, то есть я буду забирать эту руку, у меня есть возможность будет дотянуться до вот этой руки, если я дотянулся вот до этой руки, у меня все очень просто, я могу даже вот эту отпустить, моя задача толкнуть ногами вперед, встать на локоть, потому что я толкаю, вытягиваю на себя, видите, я стою на локте, видите, он вытащил на меня все, что мне нужно, убрать ножку, я могу даже иногда встать колено на живот, но лучше встать всегда назад, чтобы не вляпаться в гард человека. Мы лежим на боку, мы здесь, да, мы добрались до этой руки, у него есть вторая рука, иногда я могу взяться за нее вот так вот, как мы за штаны брались, ладошкой сверху, напоминаю, внутрь рукава нельзя, снова уже могу вполне, толкаю, выдергиваю на себя, классный, рабочий сей вперед, брат, встой, 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 отсюда бывают еще определенные моменты, пока он здесь балансировал, возможно, прячь вот эту руку куда-то, да, от меня, я дотягиваюсь до штанины, да, что здесь, да, могу просто, как мы до этого делали, вставать, вытягивать, если он стоит высоко, могу перейти в сингл-экс, уронить его назад за две штанины, видите, история максимально связанная, получается, что сейчас делаем, забрали одну руку через себя, забрали одну руку, дотянулись до второй, свип вперед, понятно, поехали, итак, ребят, посмотрел, что вы делали, посмотрел основные ошибки, сейчас быстренько пройдемся, потому что мы сегодня делали, и разберу, что было не так, и сюда, итак, первая проблема в заходах, да, это несобранность вашего тела, то есть еще раз, я лежу ровно, ноги жестко, я не тяну его к себе рукой, колени к себе, разогнул ногу, если я здесь буду сидеть два часа, он встанет обратно, просто встанет, да, и вам придется все делать заново, поэтому нога, она оставилась, я поднял, я его четко держу, пытайся вес назад сдать, видите, он сидит на моих ногах, да, руку под ногу, бум, как только я пришел в X-Guard, я не собираюсь здесь жить, я начинаю здесь работать, да, либо я буду толкать, вставать, в данной ситуации я хочу его руку, да, я хочу передать, набрать захваты, уже посмотреть, что здесь, частая ошибка у вас была, вы забывали, что есть его ноги, то есть вы все, вы боретесь руками, он прячет руки, у вас здесь штанина, на которой дотянуться, просто как нечего делать, отъехать, убрать ногу, вытянуть, да, то есть всегда я хочу в идеале найти штанину, через две ноги с упалой гораздо проще, чем без них, дальше, в сингл-экс, когда вы попадали, извините, еще, когда вы попадали в сингл-экс, тоже, вы его не качали, то есть еще раз, если я здесь останусь, то моментально даст вес на меня, да, все, я качаю наружу, вовнутрь, наружу, да, увожу его из равновесия, я не просто взял позицию, начинаю в ней сидеть, сочевать, да, дальше, сюда, не должны у вас люфтить крючки, мои ноги максимально плотно прилипают к его ногам, я работаю, да, если он стоит здесь, я забираю у него руку, у меня есть такая возможность, то есть я ухожу в сингл-экс, ищу ногу, если он садится, я ухожу сюда, да, то есть я контролирую, постоянно адаптирую свою позицию под его реакцию, сюда, колено здесь, и всегда я хочу встать за человеком, многие из вас, сажали человека на жопу, оставались сами на жопе, человек просто вставал на вас, подпринять меня было не обязательно, любимый ученик, и вы не забирали два балла, да, вы должны очень большое внимание уделять тому, чтобы контролировать ноги, когда вы встаете, иначе все это было зря, да, в целом, надеюсь, х и сингл-экс для вас стали чуть понятнее, всем спасибо, все свободны. Вы специально с Сашей такой семинар запланировали, чтобы к концу третьего часа у людей мозг взорвался, и они покупали видеоинверсию? О, да, даже же мы что-то заработать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok